Сегодня нас ждет сотый поединок Башни Старшего Ветра, а также, конечно же, новый отряд и новая и крутая алмазная карта. Но я надеюсь, что она будет новая, а не на продажу, и крутая, что самое главное. И давайте сегодня же посмотрим на этот великолепный поединок. Мне пообещали в комментах, что этот отряд будет тащить с первого раза сотый поединок, поэтому будем пробовать. Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Переходим на мой аккаунт, кстати, есть чем похвастаться, выпала эпическая карта с рандомного поединка Башни Старшего Ветра, поэтому это классно. Ни разу такого не было, за весь сезон этой башни не выпадало, а тут на тебе эпическая карта, поэтому в любом случае есть плюсы. Что за она узнаем прямо сейчас, поехали! Если вы хотите быстро прокачать свой аккаунт, то вам на помощь приходит сайт gamegold.ru. Тебе на аккаунте не хватает алмазных персонажей в игре, сайт gamegold.ru придет тебе навстречу. До 20 алмазных персонажей ты можешь спокойно заказать на сайте себе на аккаунт. Не хватает валюты, по низким ценам и быстрой доставке до 25 тысяч душ ты можешь заказать на сайте gamegold.ru. Если у твоего кореша аккаунт прокачан нежели чем у тебя, то ты можешь заказать аккаунт на сайте gamegold.ru, где у тебя сразу же на аккаунте будет 70 тысяч душ и как минимум 8 алмазных персонажей в коллекции. Возможно у тебя нет консоли, но ты хотел всегда заполучить какого-нибудь консольного персонажа, то персонаж МК-11 тебе выпадет благодаря связи с консолью и 40 душ соответственно. Gamegold.ru сайт с низкими ценами. Также, ребят, на сайте gamegold.ru на данный момент проходят скидки, поэтому переходите по ссылке в описании, вводите мои промокоды и получайте шикарные бонусы на свой аккаунт. Да, по ссылкам в описании, благодаря моим бонусам, ваш аккаунт станет в разы четче, нежели чем был. Также по ссылке в описании вы можете найти, конечно же, мой телеграм-канал. Там выходит иногда очень много интересной информации, а также мой влоговый канал. Я уже запилил 13 влогов, каждую неделю выходят ролики, я сейчас на постоянной основе их записываю. И поэтому, если вам интересно посмотреть, как я живу, как я процветаю, либо не особо, то обязательно переходите. Ссылочку тоже оставлю в описании. Влоги интересные, многие пишут такие отзывы прям приятные, что, блин, это классно. Ладно, давайте перейдем в коллекцию. Для начала перейдем в снаряжение, посмотрим, что у меня здесь. И что же выпало? Я по фильтру карт сейчас врублю, либо даже немножко по-другому. Зачем переходить в фильтр карт, если все такие вот события я стараюсь, конечно же, скринить. Скринить, потому что, ну, они не так часто происходят, и хочется всегда вот это вот все запечатлять. Церемониальная трубка называется эта экипа, которая мне выпала чисто с рандомного поединка. Я аж это заскринил, потому что на данный момент, чтобы получить хоть какую-то интересную эпическую карту, не знаю, что нужно сделать, кроме как пройти 200-й поединок смертельной битвы. Да, кстати, по поводу Войн Фракций, если мы под этим роликом наберем нормальное такое количество лайков, хотя бы там, я не знаю, 400, чтобы их было, то это было бы классно. Таким образом, вы увидите прям потрясный видос по Войнам Фракций уже через день. Я вам это обещаю, там прям будет пушка. Вот он этот отряд. Это Люкан Классика, это Рейден Классический фильм и Рейден Инжастис 2. Единственное, что вот так лучше поставить персонажей. Экипировка на них стоит прям в фуллу Старшего Ветра. Кстати, счастливая шляпа разбойника почти прокачалась на Максы. Не единственная редкая, которая не прокачена до 10-го слияния, поэтому, надеюсь, добью ее в этом сезоне, всего-то одна карта осталась. Потому что чаще всего выпадает та уже, которая прокачена. Это либо Змеиная Кожа Племени, без слова буду, исправляют до сих пор. Люблю говорить Матака, но надо Матака какого-то там говорить, я без понятия. И Вдоводел, Вдоводел. Редкая тоже, прокачена до 10-го слияния, четко, классно, круто. И, понятное дело, прямо сейчас в Талантах мы увидим тоже довольно-таки динамичные, динамичные Талантики. Естественно, здесь я кару внешнего мира поменял на чемпиона Эдения, потому что все-таки хочу использовать спецприем 2. Как, конечно же, на Рейдене, так и стараться на Люка не это делать. Ну и медитацию я оставил, потому что, кто знает, вдруг иногда буду спецприем 1 использовать. Это важная информация, и ее не просто так я озвучивал. Ну что ж, не пуха, как говорится, поэтому погнали, пробовать будем прямо сейчас проходить этот бой. И надеюсь, что получится это сделать без косяков. Естественно, я привязку оставил, потому что все-таки пассивная способность Рейда на Инжастис 2 должна в какой-то момент привязывать персонажа. И, как вы видите, она это делает на ура. В этом-то и акцент данного отряда, то, что привязка работает, и все работает идеально. Далее, давайте хватать, тут как раз-таки блокбрейкер в любом случае используется. И, как вы видите, мы отнимаем нехилое количество здоровья. Далее идет замена, мы вешаем увечья. И сразу же в начале, по факту, добиваем персонажа. За счет, кстати, шляпы разбойника у меня на 19 секунд еще, к тому же, сверху вешается вот такая вот тема. И далее мы снова, вот здесь вот, я хотел сказать, что юзаем привязку, но в юзаем все отлично. Она сработала. Далее снова делаем замену. Здесь у меня щит сняли, к сожалению. Но ничего страшного. Пробить не успел. Не успел, к сожалению, пробить. Поэтому вот в этом есть небольшая сложность. Меняйся, меняйся, меняйся. Ну и Рейдена, отлично, отлично. Ой-ой-ой, это моя ошибка, ребят. Это моя ошибка была, не отрицаю. Здесь я забыл совсем то, что отнимаются спецприемы. Но ничего страшного, добили еще одного персонажа. Так, хорош. И остается последний. У нас есть еще с запасом 59 секунд. А, здесь и замедле... Ой, а сколько надо было прождать времени? Я думал, что уже должно было пройти. Ладно, замена снова, потому что персонаж пока не активен. Так, спецприем сразу же. Второй вешаем. Отлично. Повесили неплохую оплеуху. Далее, конечно же, еще один. И снова добивающий такой бамц. Ну и, естественно, здесь без особых проблем спецприем третий используем. И проходим этот поединок спокойно, легко и просто. Вообще, кстати, мне писали про 200-й поединок обычной башни, где я все время две попытки трачу. Но, по сути, они, в принципе, ничем не отличаются. 100-й либо 200-й обычной. Вроде как, если посмотреть на это, то, в принципе, этот отряд я использую тогда и на 200-м поединке. Посмотрим на него также. Я офигел еще от того, что... О, классная алмазка, Саб-Зиро, Холодная Война. Хотя могло бы быть и лучше. Я еще офигел от того момента, что у моего персонажа миллион здоровья. Это прям Raiden Injustice 2 в этом плане, конечно же, круто. То, что миллион здоровья иметь, это не хухры-мухры. Многие хотели бы, мне кажется, видеть миллион здоровья на Raiden. И да, миллион есть. Миллион. Миллион! Но это классно. Это в любом случае классно. Так, и давайте здесь вот тоже добивать по-быстрому персонажей. Отряд справляется на ура. У Люкана 500 тысяч. Четкий урон на спецприем 2. У Raiden Injustice 2 привязка. И тоже, в принципе, неплохой урон на спецприеме 2. Потому что все-таки фильм, вот этот вот Raiden классический фильм, он дарит прям очень-очень хороший урон. Как одному, так и другому персонажу. И поэтому, благодаря вот этому вот коллаборейшену, получается все очень-очень круто. Так, ну давайте попробуем прямо сейчас еще раз выбрать Люкана. Выбираем Люкана. Наносим урон. Не такой прям динамичный. Но при этом и привязка работает у Вечья. В принципе, все то, чтобы прям помешать персонажам сделать нам больно. И далее снова замена. Снова Вечья вешается. И, кстати, даже отключаем хил этим персом. Ну, естественно, я урон не могу нанести. Перебивает Мразота. Но ничего страшного. Добиваем. Притом, если раньше на этих персонажах я еще пытался как-то использовать все-таки экипировку для бруталки каждого, то сейчас я даже этим не особо-то страдаю. И не прокачиваю брутальное завершение. Если раньше я играл Эрном Блэком, то сейчас, благодаря уже более-менее прокачанным алмазным картам на моем аккаунте, Эрном Блэком золотым, если вдруг что, с тем самым спецприемом 2 бесконечным, то сейчас алмашки, конечно, показывают в разы лучший результат, нежели когда-то показывала золотая карта Эрна Блэка. Поэтому, да, аккаунт развивается. Время, скажем так, течет. И выглядит, конечно же, прям этот отряд все круче, круче и круче. Вообще, аккаунт, аккаунт. Отряд-то, понятное дело, но аккаунт тоже не стоит на месте и развивается. Так, добиваем еще одного персонажа и остается последний. Давайте его отобьем победа. Ну и, в принципе, это все, что я хотел рассказать. Играть обычные поединки я не вижу смысла, конечно же, на ролик. Просто хотел немного поговорить по поводу этого отряда. Да, он шикарен, им можно тащить. И на данный момент, наверное, я его использовать буду также и в двухсотых поединках. Посмотрим, как я пройду именно этим отрядом двухсотку смертельную. Может, там будет все так же, шесть попыток, а может быть, получится пройти все в разы быстрее. Подписывайтесь, ребят, на мой канал, если вам понравилось видео, потому что следующий видос будет еще интереснее. Я вам это обещаю. Но, опять же, лайки, конечно же, поставить нужно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч.